А главных новостях в Украине и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, я сегодня в выпуске. Теракт в Иране в городе Ахвас. Неизвестные открыли огонь по участникам военного парада и зрителям. Погибли десятки человек. Кто взял ответственность за нападение и какой ответ готовят власти страны? Учебный маневр. 4 тысячи военных отрабатывали задачи на полигоне в Римной. Какие навыки показали? Дырявые трубы в Черновцах вторую неделю не могут установить, где утечка воды, что мешает. Теракт в Иране во время военного парада в городе Ахвас на юго-западе страны неизвестной открыли огонь по участникам парада и зрителям. Согласно данным иранских СМИ, погибли по меньшей мере 25 человек. Более 60 получили ранения. Подробнее в нашем материале. Стреляли из парка рядом с площадью, где проходил парад. Огонь открыли 4 человека из автоматов. Одеты они были в военную форму. Ввели огонь на поражение по зрителям и одновременно по трибунам, где присутствовали приглашенные официальные лица и военные чины. Прямо посреди парада в нас начали стрелять люди, одетые как военные. Они стреляли в женщин и детей. Огонь вели вслепую. Как я понял, у них не было каких-то определенных целей. Они просто стреляли в тех, кого видели перед собой. Среди раненых один ребенок. Среди погибших журналист и 8 членов революционной гвардии Ирана. Двое из нападавших были убиты ответным огнем. Еще двое задержаны. Как мы выяснили, четверо террористов, которые совершили сегодня атаку в Ахвазе, принесли оружие заранее и спрятали его вблизи места, где планировался аппарат, чтобы потом в назначенное время напасть на мирных жителей. Это кровавое преступление направлено на то, чтобы разрушить мир в нашей стране. Тем, кто совершил эту атаку, не удастся добиться своего. После этого люди станут только сильнее. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал дать жесткий ответ на действия террористов и привлечь к ответственности тех, кто финансирует терроризм. Прокомментировал атаку и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Ахваз атаковали террористы, подготовленные вооруженные и проплаченные иностранным государством. Иран считает ответственным за это нападение спонсоров терроризма в регионе и их американских хозяев. В защиту наших граждан Иран даст быстрый и решительный ответ. Тем временем ответственность за терроризм взяли на себя одновременно две группировки. Национальное сопротивление Ахваза, которое, как утверждает, отстаивает права арабского меньшинства в регионе, и исламское государство. Впрочем, ИГИЛ так и не смогла доказать, что за атакой стояла именно она. В эти дни Иран отмечает очередную годовщину с начала войны с Ираком. В 1980-1988 годах. В связи с чем в стране проводят многочисленные военные парады. Екатерина Кровец, подробности, телеканал Интер. Россия вмешивается в украинские выборы с помощью пропаганды и дезинформации. Об этом заявил Петр Порошенко в интервью одному из зарубежных изданий. Он подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии на восточном фланге НАТО. И за свои действия страна-агрессор уже платит высокую экономическую цену. Также глава государства поблагодарил европейское сообщество за поддержку Украины на пути реформ. Ситуацию на Донбассе и в Крыму обсудят на 73-й сессии Генассамблеи ООН. О том, что соответствующий пункт внесли в повестку дня Генассамблеи, президент Украины сообщил на своей странице в Фейсбуке. Петр Порошенко уверен, что это поможет донести правду мировому сообществу о трагических последствиях оккупации Крыма и агрессии на востоке страны. За сотки боевики в 18 раз обстреливали украинские оппозиции, в том числе из крупнокалиберных минометов. По сообщению штаба операции объединенных сил из-за вражеских обстрелов, один украинский солдат получил ранение. Подробнее из бывшей серой зоны Игорь Левенок. У них глаза в зеленке находятся, то бишь секреты. Эту операцию наши военные готовили тщательно несколько дней и выполнили за пару часов. Солдаты установили контроль над еще одним уголком украинской земли в Луганской области. Улица Вольная, а по-народному хутор Вольный. Это северо-западная окраина поселка Золотого. Население 80 человек. По нашим данным, тут патрулировал противник и нис удары по нашим позициям. Эта территория считалась серой зоной, но зачастую здесь господствовали боевики. Обстреливали украинские позиции прямо из огородов и дворов, которые покинули мирные жители. Здесь же и пьянствовали. Ночью украинские разведчики тихо зашли в населенный пункт. Боевиков в это время здесь не было. Армейцы укрепились и уже утром над местным магазином водрузили украинский флаг. Еще не умерло в Украине ни слова, ни воля. Небольшая продуктовая лавка – единственное место на отдаленном хуторе, где можно купить продукты и товары первой необходимости. Электричества нет с начала войны. Холодильники запитаны от генератора. Сцены кусаются. Дай бог, может наладится уже. На освобожденную территорию украинские военные привезли гуманитарную помощь. Продукты, медикаменты, игрушки для детей и даже модные аксессуары. Теперь хутор «Вольный» находится за спинами наших солдат. Люди в надежде, мирная жизнь наконец-то должна наладиться. Это первый раз спокойно спал. И будем сегодня узнать у людей, что им необходимо, и будем все проблемы вырешивать. Из Луканской области Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер». Украинки призвали общественные организации объединиться ради мира. Более 600 участниц национальной платформы «Женщина за мир» со всех областей Украины собрались в Житомире. Делегаты съезда обратились к политическим партиям с призывом сделать все, чтобы урегулировать ситуацию на востоке страны исключительно дипломатическим путем. Каждая женщина сегодня заявляет свою позицию. Мир в Украину должен вернуться только дипломатическим путем. Никому не получится нас остановить, запугать. И свое дело служению миру, и действия, направленные на то, чтобы как можно быстрее вернуть мир в нашу страну, мы не позволим никому остановить. 4 тысячи военнослужащих и 300 единиц военной техники в Римне прошли учения подразделения оперативного командования «Запад». Бригады отрабатывали наступление, штурм, форсировали водные преграды и обороняли свои позиции. За ходом маневров наблюдали представители НАТО и наши корреспонденты. Римнинский полигон. Здесь проходят масштабные брикадные тактические учения со стрельбой. Их проводит 10-я отдельная горно-штормовая брикада из Ивано-Франковской области и артиллеристы из Тернополя. Тактическая обстановка максимально приближена к боевой. Враг затаился на противоположном берегу реки. Первый бой идет армейская авиация. После этого удара по позициям условного врага задействует разведчика. С воздуха об снуку в тылу противника изучает самолет Л-39 «Альбатрос». Отпрацовывается вопрос о выведении наступального боя, в ходе которого будут вестись рейдовые и штурмовые действия. Кроме того, в ходе наступа бригада будет форсировать водную перешкоду, плавь, пантонным засобом. Следующий этап – преодоление реки. Украинские разведчики, ступив на берег, корректируют артиллерию. Далее самая сложная задача – переправить на противоположный берег людей и технику. Испытывают все способы, как по воде, так и под ней. Применяют понтонные переправы. Через реку плывут БМП и танки. Врага победили и оттеснили. Оборону организовали. Такие учения – это очередная возможность проверить свои силы и показать боевые навыки. Уверяет военный с позывным «жевтый». Он 8 месяцев защищал от врага позиции на Донбассе. За учениями наблюдали военные атташе стран-членов НАТО и представители Генштаба Вооруженных Сил. Для меня это честь быть здесь, в Украине. Как американский военный, который прослужил в армии более 30 лет, я поражен увиденным сегодня здесь, на полигоне. Должен отметить, что задачи, которые украинские военнослужащие отрабатывают в ходе учений, требуют от каждого чрезвычайного опыта, согласованности действий, навыков и дисциплины. Этот элемент отработан, я считаю, достойно. И мы видим, что штаб бригады, командование бригады способен сделать управление, подраздели особого склада способен действовать активно, профессионально, достаточно подготовлено для выполнения подачи задач. Выполняют боевые задачи армейцы 10-й горно-штурмовой бригады вскоре будут уже в зоне проведения операции объединенных сил. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Римминская область. Венгрия выступила против продления ЕС антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Патер Сиярта в интервью российскому каналу. Глава МИД призвал обсуждать последствия санкций, а не их автоматически продлевать. Добавил, что союзником Венгрии в этом вопросе является Италия. Рим хочет обсудить ослабление ограничений против России на саммите ЕС в октябре. В то же время, по словам Сиярта, единство ЕС Будапешт нарушать не намерен. После скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов в Закарпатье стало известно, что вскоре украинцы смогут по упрощенной процедуре получить и чешский документ. Сейчас правительство Чехии готовит изменения в закон. Если его примут, основанием для получения чешского гражданства станет документ об утрате чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей. Напомню, Закарпатья входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы. Очередные столкновения с силовиками на стройке в столице. С самого утра несколько сотен митингующих пришли пикетировать стройплощадку одного из жилмассивов на Осокарках. Это уже не первая подобная акция протеста. Так почему же активисты так норовят прорваться на стройку? Все подробности в материале. Стройплощадка жилмассива Патриотика на Озерах давно стал любимым местом для пикетов и акций протеста. Камень преткновения строительства жилых домов. Якобы на месте стройки должен быть так называемый экопарк. Спустя час к протесту уже традиционно подключаются радикалы. Буквально за полчаса акция протеста превращается в рейдерство. Сначала парни в экипировке пытаются пройти через ворота. Затем решают пойти в обход. Свою акцию протеста радикалы анонсировали еще несколько дней назад. Главное требование все то же. Прекратить стройку и обустроить на ее месте так называемый экопарк. Но вот способы, с помощью которых псевдоактивисты пытаются достичь результата, далеки от мирных. Давай, сука! Давай, давай! Продалось, сука! Все, все, все! Это очередной пикет радикалов 16 мая. Подобных разбойных нападений будет еще несколько. В полиции тогда объявили подозрения нескольким радикалам. Были постраждали особи. Взагалі там предъявлены подозри. Расследуется криминальное проведение, предъявлено подозрами. Одному из организаторов этого пика будут еще подозри. Криминальное дело будет судно проводить. Первое завдание полиции – не наступить тяжких наследов, не наступить тяжких наследов, чтобы никто не постраждал. Но все эти попытки рейдерства тщетно, уверяет подрядчик Аркады Будивництва. У компании есть все необходимые документы. В 15-е годы, в 18-е годы дозрил. Вот и местоподобные условия и обмежения относительно этой земли. Землю для застройки передали в аренду еще 15 лет назад. Кроме того, договоры и проект будущего массива полностью соответствуют требованиям архитектурно-строительной инспекции. Дозрилы данной ДАБИ – это два документа, которые есть аксиумами для того, чтобы можно было строить, поскольку у нас они есть, они и чинны. Насправдно тут передбачается навколо озера полностью благоустройство, я же скажу, и реабилитационный центр. А еще велосипедные дорожки, чистый пляж и обустроенные места для отдыха. При строительстве жилого комплекса «Патриотика» на озерах учитываются все экологические нормы. Уже начали облагораживать территорию вокруг будущего массива. Вот я давно здесь был, помню, что здесь было всегда хаотично, все завалено, на дороге не было ничего. То есть это кусты, заросшее озеро, брошенный мусор. Во избежание подобных конфликтов главный подрядчик работ открыт к предложениям местных жителей. Для того, чтобы их почути, мы запровадживаем практику, такую практику, как громадская приемальня. С одного боку, у людей будет возможность узнать про план за этой забудовой, оскольки действительно мало информации, и, возможно, кто-то даже на ней спекулюет. Я думаю, что если Аркада сделает это, как все обещает, и будет вот такой песок, вот такие детские площадки, может быть, места для каких-то барбекю они предусмотрят, и это будет прекрасно. Почему нет? Но из-за постоянных попыток рейдерства начало работ все время откладывает. Застройщик уже обратился в полицию СБУ с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию. В компании уверяют, к срокам сдачи домов успеют, ведь техника и главный персонал готовы к работе. Константин Редин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. В Ивано-Франковской области обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. О нем правоохранителям сообщило на ним. Хранилище было расположено на территории заброшенного помещения насосной станции в Калужском районе. Оперативники СБУ изъяли три гранатомета РПГ, четыре гранаты, противопехотную мину и тротиловую шашку весом более чем полкилограмма. Открыто уголовное производство. Откуда боеприпасы и кто обустроил схрон, сейчас выясняют следователи. В Прикарпатии разоблачили на взятки временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений управления патрульной полицией в области. Почти 8 тысяч гривен майор требовал у жителя Ивано-Франковска за оформление справок, необходимых для получения водительских прав сразу в нескольких категориях. Задержали полицейского на горячем. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это доведки про то, что человек не притягался без ответственности за порушения правил дорожного движения. В частности, за водение в нескольких состоянии, что у него не получался автомобиль. Сверху работники СБУ, прокуратуры и полиции получили коррумпированного полицейского неподалеку административной будильной патрульной полиции, при одержании ним всей суммы хабарат. В Черновцах вот уже вторую неделю не могут установить утечку воды, и это в самом центре города. Старый и прогнивший водопровод не выдерживают нагрузки, трубы буквально трещат по швам. Жители возмущены, поскольку потоки воды превращают улицы в озера. Что говорят коммунальщики, узнавала Ольга Паломарюк. Ручей вместо дороги, так называют улицу Шевченко, местные жители, здесь течет уже вторую неделю. Потоки воды просачиваются сквозь старую брусчатку, не выдерживает водопровод. Это везде у нас в городе такая ситуация, во всем городе. Это десятилетиями течет. Здесь уже сейчас течет три или четыре вот конкретных такие дырки, которые они опять забивают эти чопики. Она до завтра, труба, ведет себе нормально, в следующем утро она опять течет. Чтобы выяснить, где же утечка, дорогу приходится разрывать лишь на этой улице. Десяток таких перерытых участков. Слесари водоканала работают без перерывов. Течет гнили трубы, мы находим и латаем, усыняем, а что делать? Все гнили, все глядя. Течет не только на этой улице практически вся водопроводная магистраль в центральной части Черновцов в аварийном состоянии. Срок эксплуатации труб истек еще лет 30 назад. В водоканале посчитали, нужно полностью поменять минимум три километра водопроводных труб. У Шевченко необходимо заменить всю 500 труб. От улицы Головной до улицы Русской. Ей нужно все заменить, это 1200 метров. Сейчас я буду менять 160, это чисто для того, чтобы закрыть хотя бы на зиму лаварийный участок. Но если на ремонт деньги есть, планируют привлечь кредиторов, то вот с кадрами дела обстоят куда хуже. В водоканалу не хватает свыше 100 сотрудников, токарей, инженеров, слесарей. Дефицит кадров катастрофический, говорят на предприятии. С такими темпами город может вообще остаться без аварийных бригад. Поэтому на работу зовут всех желающих. Обещают зарплату до 10 тысяч гривен, соцпакет, бесплатное питание и спецодежду. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Ходить без боли. 11-летняя София Кравченко нуждается в помощи. У ребенка врожденный с колес четвертой степени. Врачи предупредили, если в ближайшее время не прооперировать девочку, ее ждет паралич. Родители обратились за помощью в Минздравы к народным депутатам. Подробности в нашем сюжете. У Софии есть заветная мечта – научиться танцевать. Но у девочки сколиоз четвертой степени. Каждый шаг дается с огромным трудом и болью. Врачи говорят, если не принять кардинальные меры, вскоре ребенка ждет паралич. У моей дочери Софии врожденный сколиоз, который прогрессирует с каждым годом. Начинается ущемление позвоночника и начинает отказывать ноги. То есть она все хуже и хуже ходит. Нужна срочная операция, так как ребенка может парализовать. Мама вспоминает, узнала о страшном диагнозе, когда дочери был один месяц. Родители выполняли все рекомендации медиков, но сколиоз только прогрессировал. А с января этого года девочке стало сложно передвигаться. София говорит, правая нога плохо слушается. Последовал вердикт врачей. Медлить с лечением больше нельзя. Сложную операцию на позвоночнике нужно делать за границей, а таких средств у родителей нет. Но мама не стала опускать руки и решила обратиться за помощью в Министерство здравоохранения и к народным депутатам. Для этого пришла вместе с Софией Верховную Раду. Люди, которые уже потеряли надею, приходят к всем, кто знает и не знает, и просят помогать. Это особенный случай. Маленькая София, ей нужна операция, что называется, уже горит. На 29-й год в ней заплановлено операционное втручание. Нардеп Сергей Рудык узнал об истории Софии недавно и решил помочь семье. Он взял на себя роль посредника между мамой и чиновниками. Как оказалось, ни Министерство здравоохранения, ни Ульяна Супрун не могут помочь девочке. Семью просят стать в общую очередь. Ждать минимум год. Такой срок – приговор для Софии. Очередь есть в Министерстве здравоохранения, но я слышала, что деньги не выплачиваются. А у нас операция срочная. То есть 29 октября наша дождя госпитализации. И мы не можем ждать очень долго. То есть деньги нужны срочно. Тем временем возле Министерства здравоохранения вот уже месяц протестуют родственники тяжелобольных украинцев, которые нуждаются в срочном лечении за границей. В Украине не могут их спасти. Нужны решения Министерства. А выделять деньги чиновники не спешат. Депутаты крайне недовольны таким бездействием Минздрава. Отставки Ульяны Супрун с должности прямо с трибуны Верховной Рады потребовал лидер радикальной партии Олег Лешко. В третьем тысячелетии украинские дети помирают, потому что им вчасно не дали вакцину от кори. В третьем тысячелетии Украина бьет рекорды по эпидемии, туберкульозу, снеду, наркомании и других тяжких заболеваний. У вас под Министерством, вот там охрана здоровья, если вы не видите, майже месяц онкохворие, важкохворие люди живут, потому что они пытаются врятовать жизнь своих детей. К счастью для Сонечки среди народных депутатов нашелся меценат. Он пообещал профинансировать лечение девочки. Сегодня с представителями всех фракций. Кто что мог помогать. Говорил с Супрун, говорил с Корчинськой Тетяной, которая у нас в Верховной Раде отдаёт эти вопросы. Ну и нашелся меценат, я не хочу там загадывать, но я сказал, что он эту операцию прогрессирует полностью. Дай Бог, чтобы так и стало. Мы должны, как бы нам не было всем тяжело, помогать другим людям. Особенно тем, которые проживают в хворобах, которым нужно, в первую очередь, помочь. Соня ожидает несколько операций с поэтапным удлинением спинальной конструкции. Вы тоже можете помочь девочке. Реквизиты счёта её мамы на ваших экранах. Операции сложные и рискованные, но это единственный шанс на полноценную жизнь. Ольга Самарская, Иван Фоменко. Подробности телеканал Интер. Уволить министра внутренних дел Германии требуют немецкие деятели культуры. Чем чиновник не угодил музыкантам и писателям, и при чём здесь бывший шеф контрразведки страны, выясняла Татьяна Лагунова. Деятели культуры против министра внутренних дел. Немецкие писатели, актёры, режиссёры, художники и музыканты требуют отправить в отставку главного силовика страны. Они опубликовали открытое письмо, в котором объяснили, почему хор Зейхофер должен уйти. Послание подписали уже 376 человек. Своё обращение авторы назвали «достоинство, ответственность, демократия» и обвинили Зея Хофера в том, что он раскалывает страну. Деятели культуры возмутила позиция министра в вопросе миграционной политики. Особенно одна цитата из его недавнего интервью «Миграция» – это мать всех проблем Германии. Подписанты считают, вот так легко одной фразой министр обвинил во всех бедах 18 миллионов жителей Германии с эмигрантскими корнями. Вспомнили авторы письма и последние политические события. То, что это именно хор Зейхофер встал на защиту проштрафившегося шефа контрразведки Ханса Георга Массена и предложил ему ответственную должность в своём министерстве. И фактически вынудил коллег по правящей коалиции согласиться на такую кадровую рокировку. Решение по Массену было поспешным и ошибочным, уже признала канцлер Ангела Меркель. И пообещала, его пересмотрят. Мы договорились заново обсудить ситуацию. Я считаю, это правильно и необходимо. Люди в нашей стране имеют право требовать от нас, чтобы мы слышали их обеспокоенность и решали их проблемы. Судьбу Массена лидеры правящей коалиции решат на выходных, но куда интереснее, как все эти скандалы отразятся на политическом будущем его главного защитника, министра внутренних дел. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Отрёкся от президента. Бывший начальник охраны Эммануэля Макрона во время допроса в Сенате заявил, что никогда не был его телохранителем. Мужчина обвиняет в том, что он под видом полицейского избил человека. Елена Абрамович расскажет подробности. Александр Бенало появился на обложках французских СМИ в июле. Тогда газета «Лемонт» выяснила, что человек в полицейском шлеме, который избивал демонстрантов на майском митинге в Париже, это глава службы безопасности Эммануэля Макрона. Ещё больше французов возмутил тот факт, что президент знал о проступке, но не сообщил в соответствующие органы. Теперь, когда дело взялось расследовать парламентская комиссия, Бенало на допросе заявил, никогда не был телохранителем президента. Моими обязанностями были общие организационные вопросы, общая безопасность. Во время демонстрации я был рядом лишь физически, но я не был телохранителем Эммануэля Макрона. Никогда. Свои действия во время митинга охранник объяснил, как желание помочь полиции в качестве стороннего наблюдателя. После огласки в СМИ его уволили, а сам президент заверил, Бенало был наказан. Я гордился тем, что нанял его в Елисейский дворец, потому что я считал его преданным, другим. И он сделал много хорошего за время работы. К сожалению, он совершил нарушение, серьёзное, которое я принял за предательство. Я сказал ему об этом. Пытался ли Елисейский дворец скрыть от огласки это дело? Такова главная цель допроса в Сенате. Тем временем, относительно действий самого охранника, ведётся уголовное расследование. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Как дали старт знаменитому Октоберфесту в Мюнхене? Какую новую должность получила певица Риана? И где собраны самые красивые орхидеи мира? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Самый большой пивной праздник в Мюнхене начался 185-й Октоберфест. Официальный старт гулянием дал мэр баварской столицы Дитер Райтер. Он сам двумя ударами кружки откупорил первую бочку с хмельным напитком. В этом году литр пива на Октоберфесте будет стоить дороже, чем в прошлом. В среднем 11,5 евро. Подняли цену из-за высоких расходов на безопасность. Тем не менее, на праздники ожидают около 6 миллионов посетителей из разных стран. Продлится фестиваль до 7 октября. Чрезвычайный и полномочный посол Рианна. Певицу назначили официальным представителем Барбадоса. Её задача развивать образование, туризм и привлекать инвестиции в страну. Сама Рианна заявила, что с гордостью принимает новую должность. Уже 10 лет она является почётным послом культуры Барбадоса. В Нью-Йорке возобновил работу плейбой-клуб. Последнее такое заведение закрыли 30 лет назад. Посетителей было слишком мало. Нынешний клуб располагается всё так же на Манхэттене. А гостей встречают девушки в традиционных костюмах кроликов. Членство в нём обойдётся минимум в 5000 долларов. Спутник в помощь фермерам. Аргентина готовится запустить в космос сателлит за 600 миллионов долларов. Его будут использовать для так называемого точного земледелия. Спутник будет собирать данные о грунтах, влажности, ландшафте. С учётом этой информации можно будет планировать посевы, рассчитывать удобрения и ожидаемый урожай. Так правительство страны хочет увеличить прибыль от сельского хозяйства в несколько раз. Легендарный корабль капитана Кука найден. Команда австралийских и американских археологов заявила, что у побережья США обнаружила обломки судна «Индевор». На нём Джеймс Кук в 18 веке совершил своё первое кругосветное путешествие. По одной из версий, после плавания корабль перепродали. В 1778-м он затонул во время военных действий. Реплика «Индевора» сейчас находится в Сиднее. Настоящий корабль ищут уже не одно столетие. 3000 видов орхидеи собрали на выставке в столице Колумбии, в Агате. Мероприятие ежегодное, проходит в местном ботаническом саду. Представлены цветы из разных уголков планеты. Орхидея – национальный символ Колумбии. Считается, там видов этих растений насчитывается больше, чем в какой-либо другой стране мира. Рёв моторов и огромный выброс адреналином в Одесской области сегодня начался чемпионат Украины по спортивному автотуризму. Какие внедорожники представлены и как они преодолевали сложнейшие препятствия, видел Андрей Анастасов. Три десятка экипажей со всей Украины и ещё несколько команд из Молдовы. Здесь исключительно полноприводные автомобили в трёх категориях – «Лайт», «Рейд» и «Хард». Соответственно, простые внедорожники, затем более модифицированные и далее уже наиболее подготовленные, с огромными колёсами и мощными моторами. Николай и Георгий, отец и сын, рассказывают о своём «Харде». Это гидравлическая рейка, которая не используется в стандартном автомобиле. Это две лебёдки, передняя и задняя. Иногда заезжаем, и вода находится просто по грудь у водителя. Поэтому все рычаги, вентиляторы, свет, питание – всё выше головы. Чемпионат Украины по спортивному автотуризму проходит в Березовском районе Одесской области. Один из организаторов – депутат облсовета от оппозиционного блока «Князь Хачатрян». Дорожно-строительное предприятие, которым он руководит, подготовило специальные трассы для соревнований. Сегодня экипажи соревнуются на короткой дистанции в дисциплине «Триал». Участники преодолевают естественные и искусственные препятствия. Слаженность команд, продуманность действий, скорость – всё играет свою роль. Но превалирует во всех этих дисциплинах всё равно техническая сложность. Это в отличие от ралли, там, где скорость в первую очередь, здесь необходимость преодолеть. Для многих эти препятствия могут быть непреодолимыми. Так оно и есть. Кто-то застрял и не может выбраться из болота, кто-то из последних сил прорывается вперёд. Удачных стартов на открытии чемпионата участникам пожелали представители Федерации спортивного туризма Украины, а также депутат Верховной Рады. Я хотел огромное сказать спасибо ребятам, которые организовывают это мероприятие. Это полноценный, вы слышали, чемпионат Украины со всеми атрибутами, с вручением победителям в звании мастеров спорта. Это действительно событие для этого края и это популяризация автомобильного спорта и спорта в целом. Завтра экипажи будут соревноваться на длинной дистанции в дисциплине GPS-ориентирования. И уже тогда станут известны имена всех победителей. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова